Кто хозяин в украинском доме в Давосе пытаются сегодня понять не только мировые СМИ, но и те, кому кандидаты в президенты Украины на перегонки жмут руки в рамках дискуссий. После рукопожатия Порошенко и Меркель скорость включила Тимошенко. В ее сети во всех смыслах попали президент Польши Дуда, бывший глава Госдепа США Керри и еврокомиссар Йоханнес Хан. Все они пополняли Инстаграм лидера Баткевщины. Наиля Скорзаде рассмотрела закулисье внутриукраинской битвы в Альпах. Кому уж точно с утра испортили настроение, так это Петру Порошенко. На традиционном украинском завтраке в этом году, помимо уже привычной публики, мэра Киева Кличко, бывшего генсека НАТО Расмуссона, присутствовала Юлия Тимошенко. Кандидат в президенты и главный соперник Порошенко на этих выборах явилась в зал вся в черном, заняв столик номер 10. Ела йогурт и демонстративно не аплодировала президенту, который, впрочем, не сказал ничего нового. Многие говорили, что мир за углом, просто достаточно постучать в дверь к Путину, попросить и сразу все наладится. Но за углом не мир, а агрессор. Уже традиционно дискуссию ведет журналист СНН Фарид Закария, автор фильма о Путине. В этом году он явно симпатизирует Тимошенко. Надо честно сказать, что у них будет новый честный этап выборов, где текущий президент Порошенко не выглядит фаворитом. А вот лидер оппозиции Тимошенко, похоже, победит. Порошенко был недоволен, когда увидел Тимошенко? Я не думаю, что он был рад ее видеть, но в этом и суть демократии. Ты не выбираешь своих оппонентов. Я был впечатлен. О России Порошенко заговорил снова через 5 часов за ланчем. За 12 минут 12 раз прозвучали слова «Путин», «Агрессия», «Россия». При этом Порошенко ни разу не вспомнил о том, что на Украине после январского повышения коммуналки 50% населения не могут за нее платить и согреваются уже кирпичами. По мнению Порошенко, таков рынок. Для тех, кто хочет понять, что означает фиксированная цена, ниже, чем рыночная на определенные товары для людей. Это то же самое, что Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле. Это был явный выпад в сторону Тимошенко, которая как раз и пообещала своим избирателям фиксированные цены на газ. Я думаю, надо начинать с себя. Нечего пенять на Мадуро, потому что когда Порошенко шел на президентские выборы, он пообещал по тысяче гривен каждому солдату, который идет на контрактную службу. Он обещал бесплатную медицину, нулевую терпимость коррупции и обещал продать свой бизнес. Повышение тарифов ЖКХ – это главное условие получения кредитов МВФ, которые и так необходимы Украине. На то, что реформы буксуют, Порошенко указала глава фонда Кристин Лагард. Мадам Лагард, добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас дела? Все хорошо, очень холодно. И одно дело, когда похолодание на улице, другое в отношениях между странами. О глобализации и ее последствиях говорили на завтраке Сбербанка. Сначала США активно использовали ее в своих интересах, но теперь, когда Китай решил последовать их примеру, американцы пересматривают правила игры под себя. Вам не кажется, что сейчас в мире сложилась такая ситуация, когда главное правило в том, что нет никаких правил? Я не согласен. Я считаю, что все-таки правила есть, они существуют. Они, к сожалению, очень сильно устарели. И договориться о новых правилах пока не очень удается. И в связи с тем, что старые правила не всегда адекватны реальности, поэтому государство часто действует и в нарушении этих правил. Экономический форум в Давосе как раз хорошая площадка, где можно обсудить все спорные вопросы. И хотя он закрывается лишь завтра, уже сегодня можно сказать, что в этом году из-за отсутствия многих лидеров полноценной дискуссии не получилось. Наиля Аскерзады, Наталья Кунюхова, Олег Макаров, Вести, Давос, Швейцария.